Сейчас, если у кого-то есть вопросы, можете задавать. Давайте, я чуть-чуть поотвечаю, чтобы зал немножко прощупать, что ли, вас. Давай. Айнура, микрофон дайте. Раз, раз. Вот там и вот здесь вот, девушка. Здравствуйте, меня зовут Саулеш, мне 27 лет. Вас недавно читаю, вопрос у меня такой вот, то есть один из основных, из-за которого я сегодня пришла. У меня, к сожалению, мама работала, ну так как папа выпивал, а материнская любовь как бы жертвенная. И я всегда знала, что мой мужчина должен быть обязательно богатым. Как бы я пришла путем проб и ошибок к тому, что действительно мой типаж мужчины, ну то есть богатые взрослые мужчины, я им автоматически нравлюсь. Не знаю, как-то так получилось, видимо, я себе и людям установку такую даю. Я встречаюсь с мужчиной уже пятый год, он действительно очень богатый, но есть такой момент, что он меня все равно отворачивает на то, что я должна быть самостоятельной. А у меня фобия, то есть я работаю, но я не умею зарабатывать, потому что вот я начну зарабатывать, у меня вырастут железные яйца, и я буду как мама. То есть это моя главная фобия, то есть стать женщиной, которая зарабатывает для себя. Давайте так, в современном мире женщина должна быть социально проявленная. Просто так сидеть дома и там просто воспитывать детей, этого сегодня уже недостаточно. Потому что действительно, когда женщина работает много, и у нее нету семьи, нету детей, это неуспешный человек, это не назовешь. Мужчина без детей, без жены, директор заводов газет пароходов, это успешный мужчина. Он завидный жених, за ним охотятся, и все хотят, а он выбирает. Поэтому насчет яиц железных, они отрастают практически сегодня у всех женщин, потому что гендерные роли сегодня перепутались. Очень сложно быть женщиной почти сегодня, ну вообще женщиной всегда было сложно быть. Я не знаю ни одного периода в истории, где бы вам было легко. То вас продавьют, то вас покупают, то вас бьют, то вас заставляют еще какие-то вещи. В общем, у женщин функции, и в современном мире функции женщины очень расширенные они. И как быть женщиной, и еще работать, и еще чтобы мужчина был рядом и никуда от тебя не убегал, эта задача очень сложная. Очень многие женщины подавляют мужчину инстинктивно, чтобы он не был самостоятельный, чтобы он не убежал. То есть мы режем крылья, чтобы он сидел рядом. То, что он тебя выпихивает в самостоятельную жизнь, вообще он молодец. Это правильная женщина должна быть, ты должна быть самостоятельная, иначе ты будешь заглядывать ко мне в рот, и все, что я буду делать, ты будешь прыгать. И мне кажется, любовь не должна строиться на материальной зависимости друг от друга. Как-то мы должны... Субтитры создавал DimaTorzok